В последней проповеди, в прошлый раз мы говорили о Христе как об Отце Вечности. Евреи, они различали три эпохи. Время до сотворения Вселенной, до того, как созданы были все звезды, все были созданы космические галактики, время, которое было отведено для творения, и век Царствия Божия, который уже будет после окончания человеческой истории. Первый и последний из этих трех периодов не имеет времени, только для эпохи творения были определены границы времени. И каждую из этих эпох евреи называли веком. Это слово могло означать какой-то период долгого времени, жизнь одного поколения, или же это могло означать вечность. Христос назван пророком Исаия, помните, как Отцом Вечности. То есть он является родоначальником всех этих периодов, который был до, который был время, и который будет после, или который, в принципе, уже существует вне времени. В книге Откровения, напомним, о чем мы говорили, Иоанн описывает видение Божьего престола, и поклоняющийся Богу подчеркивают его главенство над всеми веками и эпохами. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, свят, свят, свят Господь Содержитель, Который был, есть и грядет». Обратите внимание, Он был, Он есть и Он грядет. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, обратите внимание, живущему во веки веков». То есть, Он существует всегда, Он существует и всегда царствует. То есть, Он не какое-то время отвлекся, куда-то пошел, как считают деисты, о том, что Бог создал все, а потом Он стал где-то в стороне. «Когда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются опять кому? Живущему во веки веков». То есть, они признают, что наша жизнь и даже эпоха всего творения, они пройдут, но Бог всегда был, есть, Он будет независимо от времени, материи и пространства. В своей последней молитве Христос, молясь за учеников, сказал, «Так, как ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Это есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Христос даёт жизнью вечную жизнь тем, кто в Него уверовал. И давать может только тот, кто её имеет. Обратите внимание на этот текст. «Ты дал Ему власть», то есть, «Я имею эту власть», и Он даст жизнь вечную, то есть, Он имеет то, что дать. Мы не можем давать то, что не имеем, правда? Мы даём только то, что мы имеем. Он реально ей обладает, этой жизнью. Вот почему Христос назван Отцом Вечности. Образно говоря, Он её породил, она от Него исходит, Он её Отцом является. Поэтому сказано, «Возьмей здесь за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим, потому что Он является тем, кто может давать её». И точно так же, как Отец даёт жизнь своим детям, Христос даёт дар вечной жизни тем, кто её принимает. Известный текст, который мы часто повторяем, «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но чтобы мог иметь жизнь вечную». Другой друг, сегодня ты сидишь здесь, ты, может быть, много раз слышал этот текст. Вопрос, веришь ли ты в Сына Божий и имеешь ли ты эту вечную жизнь? Христос не только обещает дать эту вечную жизнь верующим, Он обещает сохранить их в Своей руке. Он говорит, «Я даю им эту жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». То есть каждый истинно верующий христианин, он должен с твёрдой уверенностью смотреть в будущее, на своего Спасителя, зная, что дело спасения, которое Христос начал, он доведёт до конца. Павел писал Коринфянам, «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». До конца, братья и сёстры. Независимо от того, в какой ситуации, где бы мы ни находились, если мы дети Божьи, Он утвердит нас до конца. Интересно, что эта мысль, она проходила ещё в ветхозаветнее время. Читая псалмы, я люблю псалмы, я думаю, вы тоже любите их. Вот несколько мест, которые обратило внимание. Псалом 47, 15 стих. «Ибо этот Бог есть Бог наш». Насколько, братья и сёстры? «На веки и веки Он будет вождём нашим до самой смерти». Да, Он не оставит, Он ведёт, Он вождь наш, Он ведёт за собой не только нас на какой-то отдельный промежуток времени, но будет вести нас и доведёт до победного конца. 36-й псалом об этом тоже говорит. «Ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих. Вовек сохранятся они». Что Бог делает и чего Он не может сделать в этом стихе? Посмотрите. Что Бог делает и чего Он не может сделать? Он любит правду, Он это делает, да? Он не может бросить святых Своих, Он будет сохранять их вовеки. Здесь стоит древнееврейское слово, которое означает «оставлять, покидать, бросать, пренебрегать». Он не оставит, не покинет, не бросит, не будет пренебрегать святых Своих. Вовек сохранятся они. Ещё Давид об этом говорил. Дух Святой, безусловно, в нём говорил это. То есть Он не может оставить и покинуть своих святых. Это противоречит Его святой природе. Следующее и последнее имя в этом тексте, которое мы с вами разбираем, это Христос является князем мира. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах Его, то есть на плечах, и нарекут Ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности». И последнее слово – князь мира. Необходимо напомнить, что в древние времена имена не просто так давались. Сегодня как мы даём имена, скажите? По красоте звучания, да? Ещё по популярности, да? Каждые какие-то периоды времени мы, смотрите, вот сегодня немногие люди называют Гена, правда? Вот моё имя Гена, да? А вот обратите внимание, в тот период, когда я родился немножко в окружности, в нашей церкви только есть три гены, да? Геннадий Сверенченко, Геннадий Екеменко, я, да, Геннадий, да? В то время это вот было модно называть так. Также в определённые периоды времени люди называют какими-то именами. То есть они не думают об этом. Евреи так не называли. Помните, в Ветхом Завете есть такое, и сказано, и нарекли ему имя Берия. Помните такое место Писания есть? Вы, наверное, не обращали на него внимания. Вот слово Берия буквально означает что? Нечестие, позор. Нечестие, позор. Вы знаете, что в истории государства, из которого мы вышли, был такой человек с таким именем, да? Который принёс нечестие и позор. Помните, когда Иаков, он родился, и там было два близнеца, и когда он рождался, и он схватил за пятку своего старшего брата-близнеца и вышел оттуда вместе. Не просто так отдельно, вот прям за пятку держал. И нарекли ему имя Иаков, буквально которое означает держаться за пяту, или буквально пята или след. Оно произошло, еврейское слово, которое означает пята или след. Образно говоря, это тот, который запинает. Запинает его, да? И помните, когда в очередной раз Иаков обманул своего брата Исава, он сказал, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство моё, и вот теперь взял благословение моё». Он говорит, «Не случайно его так назвали». Но потом, когда он встречается с Богом, после того, когда там возвращается от Лавана, и он борется со Христом, вероятно, который во плоти человека, условная такая борьба, где он просит благословения, и он не хочет отпускать уже, чтобы получить это благословение. И Бог ему даёт какое имя? Израиль, что означает? Тот, кто борется с Богом, борющийся с Богом. То есть имена, которыми здесь назван Христос, отражают Его божественную сущность. Они показывают Его власть, они показывают Его силу, авторитет Христа и Его влияние на все сферы человеческой жизни. Больше всего, чего жаждет человек в этой жизни? Больше всего, чего хотите вы в этой жизни? Безопасности, комфорта, правда или нет? Здоровья, покоя, мира мы хотим. Мы хотим, чтобы не было никаких конфликтов. В древние времена в Палестине жили люди в очень беспокойной обстановке. Войны – это были обычные явления. Цари, как мы видим в Писании, регулярно выходили на войну, не потому, что им так хотелось, но потому, что это был способ напомнить своим соседям о себе и сдерживать свои границы от окружающих их врагов. В книге «Паралипоминонт» есть одна из таких заметок, историка того времени. Через год, в то время, когда цари выходят на войну. У нас такие есть периоды времени, когда мы ездим в отпуска летние, или же рождественские каникулы. Так у них был такой период времени, когда все цари выходили на войну. Всё, время пришло. Не в отпуск, нет, мы идём на войну. Никто не знал, чем такая война закончится. Если победой, значит, ещё год можно жить спокойно. Если поражением, то враги придут, будут забирать в рабы население, будут угнетать, будут угонять скот, будут насиловать, будут расхищать землю и так далее, и тому подобное. Вот в такой ситуации люди жили, не зная, что принесёт им следующий год. Очень редко в истории, когда мы читаем, встречается такая фраза «И покоила земля 40 лет». Это очень редкое было явление. В истории израильских царей, если мы читаем, постоянно описываются войны. Почему? Потому что это была жестокая реальность людей того времени. Войны сменяли одно, другие, другую. Города постоянно подвергались нападениям. Иногда жителям укреплённых городов приходилось жить в осаде годами даже. Они сберегали каждый кусочек хлеба. Люди жили в постоянном беспокойстве, потому что не было стабильности. Город без высоких стен и крепких стен – это вообще был не город, потому что в любой момент на него могли напасть или вражеское государство, или какие-то кочевники. Бог дал пророчество о рождении младенца. Помните, в какой период? Кому из царей Бог дал? Если вы помните, мы говорили об этом несколько проповедей назад. В какое время, какому царю Бог дал это пророчество о Христе? Царю Ахазу. Когда люди жили в осаждённом городе Иерусалиме, жители города пребывали в страхе, в беспокойстве за сохранность своей жизни. Они не знали, что их ждёт. Например, в Самаре во времена нечестивого царя Ахава описывается о том, что город был в осаде несколько лет, и люди за голову осла отдавали килограмм серебра, потому что им нечего было есть. Дело дошло до того, что люди стали даже заниматься каннибализмом. Люди жаждали мира. Они мечтали о покое, но, к сожалению, его не было. В этот момент они получают обещание от Бога, в котором Христос был назван князем мира. Он князь мира. И первое, что это означает, как уже был первый брат говорил Христос, князь мира на земле. Давайте посмотрим, что означает это древнееврейское слово князь. Буквально начальник, правитель или же вождь. Это слово подразумевало главенство, власть, управление, силу какого-то человека. Люди мечтали о стабильности. Они думали о таком времени, когда не нужно будет закапывать зерно где-то под землей или прятать его где-то в пещере от нападения врагов. Евреи ждали такого правителя, который принесет мир, окончательный мир и покой на их землю. Помните, что сказал ангел, когда он явился пастухам на Вифлеемских полях? И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, потому что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца, лежащего в пеленах, в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство, небесное, славящее Бога и взывающее. Что они пели? Что пела эта огромная армия вот этих ангелов? Они пели «Слава Вышних Богу». Почему? На земле мир в человеках благоволения. Ангелы возвестили, что Христос принесет на землю мир. Сегодня мы не видим мира на земле. Мы видим сегодня войны, конфликты, насилие. Это повседневная реальность для жителей многих регионов, таких как Ближний Восток, Азия, Африка. И сегодня это в Украине мы видим. Но о Христе еще в начале книги пророк Исаия говорит, 2 глава, 4 стих. «Он будет судить народы и обличит многие племена и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ народ на меча и не будут более учиться воевать». Представляете, сколько металла, сколько сил, сколько энергии, сколько средств сегодня государство вкладывает в то, чтобы производить оружие. Это миллиарды, сотни миллиардов долларов. Он говорит, придет такое время, которое люди не будут тратить на это деньги. Они перекуют мечи свои на вот эту пастушескую плух для того, чтобы заниматься полезными вещами, и копья свои на серпы для того, чтобы пожинать, собирать урожай. Здесь и в следующих нескольких текстах Писания, которые мы прочитаем, говорится о тысячелетнем царстве Христа, которое будет на земле. Христос будет царствовать в Иерусалиме на престоле Давида, его царствование будет распространяться на всю землю. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида в царстве его. То есть, здесь сказано, что его владычество и мир его не будет предела. Он принесет на землю во все уголки. Он будет всеобъемлющим. Захарий об этом говорит. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един и имя Его едино. Христос удалит всякую злобу, всякую вражду между народами, между людьми. Более того, даже животный мир будет в согласии, чего нам очень трудно представить. Исаия говорит об этом в 11 главе. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Всеобъемлющее наполнение Божьей славой, Божьим миром. О такой идиллии в животном мире можно только мечтать. Лев и бык стоят бок о бык и жуют солому. Медведица трется боком о ноги своей подруги, коровы. Дальше, смотрите, 65 глава. Волк и ягненок будут пастись вместе. Представляете, волк и ягненок. Есть даже известная басня. Помните про волка и ягненка. Ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать. Приговор какой он вынес волку. Никакие оправдания он не принимал. А теперь они будут пастись вместе. И лев, как волк, будет есть солому, и для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Со времени согрешения Адама и Ева весь мир находится под проклятием. Земля проклята, природа проклята, гармония и мир, в которой жил человек, она нарушены. И пагубные последствия согрешения человека, они распространились на этот мир. Весь животный и растительный мир. Земля сегодня производит нам сорняки. Сколько бы мы их не пропалывали, они все равно растут. Откуда они берутся? Тот, кто работает с землей, тот знает. В животном мире появились хищники, которые преследуют и поедают других животных. Апостол Павел пишет в этом послании римлянам. Ибо тварь с надеждой, то есть творение, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, от тлению, в свободе славы детей Божьих. Все в этом мире подвержено вот этому проклятию творения, тлению. Рождается, чтобы умереть. Одни хищнически уничтожают других. Акулы питаются рыбой, киты поедают тонны. Акриля – это такой маленький рачок. Совы ловят зайцев и мышей. Тигры, львы ловят антилоп. Грешные люди убивают друг друга, чтобы отвоевать какой-то маленький кусочек земли за богатство, за славу, или же просто за бутерброд. Когда читаешь эти новости, просто страшно становится. Все это прекратится и получит обновление во время тысячелетнего царства. Адам – первый человек, который принес грех и проклятие на землю. Христос – это второй, первый человек с неба, который принесет освобождение от греховного рабства. Он принесет мир, принесет гармонию и покой на эту землю. В этот период сатана будет скован на тысячу лет. Его влияние, оно будет ограничено на тысячу лет. Об этом написано в Откровении. «Увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана исковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну и заключил его, положил над ним печать, чтобы не приличал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Что будет делать церковь? Все искупленные Христом люди, члены его церкви, будут его соправителями на земле. Братья и сестры, мы воскрепь с ним, мы будем на небе. Мы вернемся потом вместе для того, чтобы царствовать здесь вместе со Христом. Посмотрите. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа, племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Многие люди возникают, что мы будем делать? Я не знаю, братья и сестры, но мы будем царствовать. Мы будем царями и священниками нашему Богу здесь на земле. Это будет золотой век для тех людей, кто будет жить в то время на земле, и для церкви. Откровение 26 написано. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, это церковь Божия. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет». Итак, первое особое влияние Христа, как князя мира на всю землю, будет период тысячелетнего царства, он принесет мир на землю. Второе, что важно отметить, Христос, он дает мир для людей. И первое, Христос пришел, чтобы дать мир душе человека. Помните, первые люди, они жили в согласии с Богом. Потом этот мир нарушился в результате греха. Когда человек согрешил от его действий, не только нарушился его мир с Богом, он потерял мир в своей душе. Люди враждуют сегодня по любому поводу. Кто-то что-то не так сказал, не так посмотрел, ссорятся, сходят с ума люди, заканчивают жизнь предьевременно от того, что они не имеют мира в своем сердце. Когда человек не имеет мира в своем сердце, он несет, естественно, вот это внутреннее раздражение, неудовлетворение другим людям. Он не несет мир другим людям. Отсутствие мира в душе человека – это самая главная проблема человеческая. Это самая большая тяжесть, которую сегодня несут люди. От этого люди не имеют мира в своих душах. Происходят войны, терроризм, насилие, разводы в семьях, разделения в церквях. Люди сердятся, завидуют, сплетничают, не могут прощать, враждуют между собой, ненавидят и даже убивают друг друга. Почему? Потому что нету сердца, в их сердце мира. Бывает, буквально какая-нибудь мелочь, вдруг вспыхивает какое-то негодование. Отчего? Потому что его нету в сердце, нету этого мира в сердце человека. Для того, чтобы человек мог приобрести мир в своем сердце, ему необходимо иметь мир с Богом. Сегодня многие люди занимаются различного рода, знаете, медитациями, увлекаются восточными религиями. Они объясняют, таким образом вы уйдете в какой-то другой мир, и вы найдете мир для своей души. Эти учения говорят о том, что мы должны использовать скрытые в нас потенциальные какие-то возможности, чтобы обрести состояние покоя. Но это неправда, это обман, братья и сестры. Грешный человек не может произвести в своем сердце мир, потому что он имеет греховную природу. Библия говорит, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Грешный человек не может генерировать мир, потому что он не имеет его в своем сердце. Он может быть искусственным дипломатом, который между государствами говорят о мире каком-то, ведут переговоры о мире, но настоящего мира такой человек никогда не принесет другим людям. Почему? Библия говорит, «Нечестивым же нет мира». Кто это говорит? Это говорит Господь. Сам Бог утвердительно говорит, что никто из тех людей, кто не в мире с Богом, не может иметь мира в своей душе. Исаия 59, 8. Пути мира они не знают, они просто не знают этого пути мира. Нет суда на стезях их, пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Они не знают его, они его не имеют, этого мира, и они не могут передавать его другим людям. И иногда приходится мирить какие-то семьи. Бывает, на это уходят много времени. Есть семьи, с которыми мне приходилось годами беседовать, говорить. И иногда приходишь к выводу о том, что проблема заключается в том, что, возможно, оба человека, а, возможно, один из этих людей, он просто невозрожден. Он просто не имеет. Он формально ходил с детства в церковь, он знает все обряды, он принял крещение, он все знает, но он не имеет внутри себя покоя, мира, он не имеет изменения. Поэтому постоянно происходят конфликты в этой семье. И с года в год это будет продолжаться до тех пор, пока этот человек не покается, пока он не будет иметь возрождение. Он не найдет удовлетворения ни в чем, ни в ком. Ни в семье, ни в муже, ни в жене, ни в пастыре, ни в церкви, потому что он не может нести мира, которого нет в его душе. Пока человек не получил вот это возрождение, прощение своих грехов, он не будет иметь мира. Все его пути будут иметь греховную склонность. Давид описывает состояние своего сердца после согрешения с Версавией. Он говорит, «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа мое и утроба мое, истощилась печаль из жизни моей, лета моей в стенаниях, из немогла от грехов моих сил, а мои кости мои сохли». Братья и сестры, грех – это основной источник нарушения мира в сердце человека. Скажите, когда мы согрешаем, мы теряем мир, мы теряем покой до тех пор, пока мы не придем к Богу. Никакие лекарства, никакие советы психиатров, никакая медитация не может помочь человеку снять вот эту боль, которую имеет в своей душе, которая буквально физически, он говорит, изнемогла от грехов сила моя, кости мои даже иссохли. Когда разговариваю с некоторыми людьми, они говорят, у меня, говорит, кости болят даже, не просто мышцы, а даже кости болят. Девять лет тому назад в США покончил жизнь самоубийством известный комедийный актер Робин Уильямс. Он смешил людей, но в его душе не было мира, поэтому он свел счеты со своей жизнью, он не видел смысла в этой жизни. Царь Давид пережил такое состояние, когда грех терзал его изнутри, когда он нарушил этот внутренний мир. Он говорит, нет целого места в плоти моей от гнева того, нет мира в костях моих и от грехов моих. Грехи приносят нарушение мира, потому что беззаконие мои превысили голову мою, они как тяжелое бремя, они оттяготили на меня, они давят меня. Поэтому Христос приглашает всех людей, независимо от того, кто бы они ни были, а Он приглашает и к молитве раскаяния. Он единственный, кто может дать мир. Он говорит, придите ко Мне, все труждающие и обременные, Я успокою вас, Я могу дать вам этот мир, потому что Я его имею. Но нужно прийти, братья и сестры, это движение вперед по отношению к Богу, по направлению к Богу. Что значит прийти? Прийти – это значит исповедаться. Прийти – это значит прийти к Богу. Исповеданный грех, он теряет свою разрушительную силу, поэтому не нужно скрывать свои грехи, прятать их от самого себя и ближних. В притче написано, скрывающий свои преступления не будет уметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Это обещание, это обетование, он будет помилован. Бог обещает свое помилование тому человеку, кто исповедует свои грехи, не скрывает своих преступлений. Процесс вот этого исповедания, он всегда включать должен три вещи. Три вещи. Осознание своего греха, признание его, исповедание этого греха, и третье, что? Оставление греха. Иногда люди придут, знаете, мне много в свое время приходилось, когда был намного моложе, ездить по церквам, и мы там проповедовали, и десятки людей выходили на покаяние. И мы обратили внимание на такую закономерность. Проходит шесть месяцев, приезжаем в другую церковь, проповедуем, и те же самые люди опять выходят и опять каются. Амин. Ничего страшного нет о том, что люди выходят каяться, казалось бы, да? Но что мы заметили? Замечаем такую как бы вещь. Люди просто получают своего рода успокоение для своей души. Вышел, поплакал, помолился, и опять окунается в свой мир до следующей конференции. А изменения в сердце не происходит. Необходимо признать, осознать грех, исповедать его, и оставить его. Возникает вопрос, зачем исповедовать Богу то, что он уже прекрасно знает? Разве Бог не знает, что мы согрешили? Разве Бог не знает, что мы где-то поступили неправильно? Библия говорит, что осознание греха и глубокое раскаяние – это единственный путь для освобождения и восстановления мира в душе человека. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, а истины нет в нас, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это Божье обетование. Бог говорит, сделайте это. Идите, исповедуйте, открывайте, признавайтесь, оставляйте. Я со своей стороны обещаю вам своей верности и праведности, что я очищу вас от всякой неправды. В Библии неоднократно описывается вот это состояние мучения, неисповеданного греха. Опять Давид же говорит, когда я молчал, то есть когда я скрывал, когда я не исповедовал свой грех, обвечали кости мои от вседневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе, смотрите, он уже не молчит, он открывает, Бог знает этот грех, но он открывает этот грех, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. Что происходит? И ты снял с меня вину греха моего. Какое-то прекрасное чувство, когда Бог снимает с души нашей вот это чувство вины. Блажен человек, помните, Давид говорит, которому Бог не вменит его преступлений, исповедание греха, знаете, это как противоядие от змеи, от гадюки, от кобры, от змеиного вот этого яда сатаны. И чем быстрее его принять, тем скорее приходит исцеление, восстановление человека. Можно ли медлить, зная, что мы когда-то бываем укушены этим древним змеем-дьяволом? У нас в руках есть вакцина от этого яда, и мы ее не употребляем. Итак, Христос пришел, чтобы восстановить мир в сердце человека, Христос пришел, чтобы примирить нас с Богом. Христос разрушил вот эту преграду между Богом и человеком. Грех возвел эту преграду, он ее разрушил. Апостол Павел пишет, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие никогда далеко, стали близки кровью Христовой. Почему? Он есть мир наш, Он, Христос. Братья и сестры, будьте внимательны. Он, не обряды какие-то, а Христос. Мы должны искать в своей жизни Христа. Если Бог доживем до следующего воскресенья, мы будем говорить об этом. Христос – центр вселенной, Христос – центр христианства. Именно Его надо искать. Не просто чего-то, какого-то легкого успокоения, а именно Христа нужно искать во всех своих действиях, поступках, служении, словах, мыслях, решениях. В решениях нужно искать Христа. Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший, постоявшую посреди преграду. Упразднив вражду плотью свою, закон заповедей, учением, чтобы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя, то есть создавая мир. И в одном деле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на Нем. Христос сделал это. Он распял там этот грех. Он прибил его ко Кресту. Мир – это то, что он имеет в наличии. Это то, что ему принадлежит. Это то, что он может сделать. Он может примирить тебя, дорогой друг, с Богом. И твоим мучением, вот этим внутренним, быть может, кому-то невидимым снаружи, придет конец. Его смерть – это полноценная плата за наши грехи. Мы сегодня будем об этом вспоминать. Исайя говорит об этом. Но Он изъязвлен был за грехи наши, мучен был за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его исцелились. Вот новый русский перевод говорит. Он понес наказание, чтобы мы получили мир. Наказание мира нашего, то есть примирение нашего, чтобы мы получили этот мир, с Богом, оно было на Нем. И ради этого Он понес наказание Своего Отца, чтобы мы имели мир с Богом. Он взял на Себя это наказание за наши грехи, чтобы восторжествовала справедливость, а мы могли иметь мир с Богом. Написано, Он однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Кровь Христа на Голговском кресте – это источник нашего примирения с Богом. Сегодня, принимая вечерю, мы будем думать об этом. Мы будем думать о Его жертве, о Его подвиге. Крест – это стенобитное оружие, которое разрушило стену отчуждения между нами и Богом. Крест – это мост через пропасть между нами и Богом. Если ты, дорогой друг, хочешь получить мир, мир своей душе, если он нарушен, независимо от того, не покаялся ты, безусловно, ты не имеешь мира, или же ты, быть может, возрожденный, но совершил какой-то грех, или же у тебя есть какая-то обида, непрощение, огорчение, если ты желаешь восстановить свои отношения с Богом, путь примирения к Богу проходит только через один путь, через Голговский крест. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его, Христа, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Креста Его и земной небесной. И вас, то есть нас, братья и сестры, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, сегодня примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас непорочными и неповинными пред Собою». Всякий человек, кто с верой смотрит на Христа, как на своего Спасителя, он получает прощение, он получает оправдание, он получает примирение, он объявляется святым, непорочным и невинным перед Богом. И так, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Его праведность по вере вменяется нам, когда мы исповедуем наши грехи, и мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. И так Христос дает мир сердцу человека, Он примиряет людей с Богом, и Он дает мир и Своим ученикам. То есть мы последователи Иисуса Христа, мы Его ученики. Он князь мира, Он дает нам этот мир, Он обладает, Он дает его. Сегодня мы с братьями рассуждали, какое сложное время жил Христос, когда Его искали все убить, когда ученики, они потом позже столкнутся с тем, что на них обрушатся эти гонения. Он заранее их предупреждает, Он говорит им, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается, когда христианин сталкивается с какой-то несправедливостью, когда христианин сталкивается с каким-то моментом в своей жизни, он думает, ну как же так, что это происходит? Его внутренний мир подвергается нападкам. Христос говорит, не удивляйтесь, это греховный мир, это было, есть и это будет. Ваше сердце пусть не смущается, не устрашается, имейте мир во мне. Это крепкая башня, убегает в нее праведник, и что? И бывает безопасен. В 16 главе он говорит, это сказало вам, чтобы вы имели во мне мир. Не в ком-то, а во мне, братья и сестры, не пастор церкви, не семейная жизнь, не ваши дети, не ваши внуки, не материальное обеспечение, не здоровье, не даст мир душе. Мир мы можем получить только во Христе, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Христос сказал, ваша жизнь не будет вот такой, знаете, усеянной розами. Вы будете иметь скорбь, вы будете иметь болезни, будут конфликты, будут какие-то противостояния, но мужайтесь. Почему? Я победил этот мир. Он князь мира. Князь мира, это значит, его власть распространяется на все сферы нашей жизни. Апостол Павел в послании к оринфянам говорит христианам, что Христос призвал нас к миру, не к противостоянию или вражде, к миру призвал нас Господь. Поэтому не исполняя это повеление в церкви, мы противимся призванию Христа. Он призвал нас к миру. Есть такие люди, всегда они были, есть и будут, постоянно ищут какие-то недостатки, что-то не так, это не так. Он говорит, к миру призвал нас Господь. Это наше призвание, нас, христиан, нести этот мир. Быть распространителем этого мира. Апостол Павел писал, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны. Это наше призвание в одном теле. И будьте дружелюбны. Братья и сестры, мир – это плод Святого Духа. Если мы имеем Святого Духа, мы должны производить этот мир. Если же человек не имеет мира в своем сердце, как он может нести его другим людям? Если вы постоянно конфликтуете, выражаете недовольство, заостряете внимание на каких-то ошибках, скорее всего, это признак того, что мир Божий не наполняет ваше сердце. Мир Божий, который приносит Христос, приносит мир нам самим и приносит нашим ближним, окружающим. Мне очень горько смотреть на молодых людей, которые приезжают в церковь со слезами на глазах. Что происходило там, я не знаю, между ими родителями, но они, входя в церковь, плачут уже. Что было по дороге, я не знаю, но явно, что родители не принесли мира их душам, их сердцам. Наши ближние – это члены нашей семьи, это наши дети, наши мужья, наши жены, это наши соседи, это сотрудники на работе, это члены церкви. Христос дает нам средства для получения мира во время скорбей, испытаний или каких-то переживаний. Братья и сестры, мы должны прийти к Нему, и вот то, что мы имеем, принести к Нему. Павел пишет об этом, не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И что произойдет? Мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Тревоги и страхи, они приносят нам беспокойство, они нарушают наш мир. Необходимо в молитве открывать их перед Богом. Он, конечно же, знает совершенно все наши проблемы, но когда мы их молитвенно доверяем Богу, Он снимает это бремя тревог с нашей души и посылает нам свой мир, который выше ума. Логически мы понимаем, ну как это произойдет? Но Он выше нашего ума, этот мир. Так же, как и Божьи пути и Божьи мысли выше нашего ума. Павел призывает и к практическому исполнению евангельских истин. Без исполнения этих истин, братья и сестры, не будет мира в нашей душе. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Помните, Христос сказал, блаженные, слышавшие Слово Божие и соблюдающие Его, они блаженны, то есть они радостные, они счастливые, они имеют этот мир. Мир в сердце, братья и сестры, происходит не от знания Библии, не от знания теологии, он происходит от исполнения того, что мы слышим. Мы блаженны, когда слышим и соблюдаем. имеешь ли ты мир сегодня в своем сердце, дорогой друг? Является ли Христос твоим миром, твоим спасителем? Имеешь ли ты мир со своими ближними в семье, в церкви, на работе? Есть некоторые верующие, которые годами, я с одним пастырем говорил, он говорит, дорогой брат, они не только своим детям, они своих внуков наградили этим. Противостоят и продолжают нарушать мир своей души и в душах других людей. Они сами страдают и страдают другие люди, которые с ними сталкиваются. Бог же призвал нас быть носителями Его мира. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова и как бы сам Бог сегодня увещает через нас от имени Христова просим. Что мы просим, братья и сестры? Примиритесь с Богом. Если вы не имеете мира в своей душе, Христос – князь мира, идите к Нему, открывайте свое сердце, исповедуйте свой грех, признайтесь о том, что вы не имеете мира и не несете это мира другим людям. Сам Бог сегодня призывает нас. Он говорит, сложите ваше греховное бремя у Голговского креста, пока еще есть время. Сделайте это сегодня. Мы умоляем вас, Он говорит, примиритесь с Богом. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Весь народ Божий на это скажет. Давайте помолимся и в коротких молитвах прославим нашего Бога. Субтитры создавал DimaTorzok